В эфире программа iNews, в студии Максим Никитин. Самые интересные новости из мира науки и высоких технологий прямо сейчас. В России появится зона испытания беспилотных грузовиков. В Роскачестве объяснили, почему Телеграм безопаснее, чем Ватсап. В Нижегородской области появится зона испытания беспилотных грузовиков. Об этом заявил топ-менеджер компании «Андроидная техника» Евгений Дудоров. По его словам, на испытательной площадке будут тестироваться безэкипажные грузовики и другая подобная техника. Для навигации будет использоваться система «Консул», которая использует не только наземные, но и космические средства. По словам разработчиков, это позволит сформировать бесшовную навигационно-связную систему для запуска других беспилотных зон, например, вдоль трасс М11 и М2. В создаваемом технопарке будут тестироваться различные устройства, в их числе маркер — робототехнический комплекс на гусеничном ходу, на который можно устанавливать различные вооружения. Также испытание может пройти и двухосный беспилотный грузовик «Урал», который создавали для нужд Вооруженных сил России. «Урал» умеет передвигаться как самостоятельно, так и следуя командам с дистанционного пульта управления. У него имеется цельнометаллическая платформа с максимальной загрузкой до 5 тонн. Представить беспилотный грузовик, готовый к дорожным тестам, до конца года собирается и КАМАЗ. В ноябре сообщалось, что его выпустят для испытаний на трассу М11 Нева, где уже введен экспериментальный правовой режим. К лету 2023 года трассу оцифруют, а еще через год планируется запустить полноценное движение автономных грузовиков. «Ватсап» является менее безопасным мессенджером, чем «Телеграм», сообщает газета «Рус», ссылаясь на старшего специалиста Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко. Дело в том, что «Ватсап» запрещает своим пользователям скрывать номера телефонов. Настройки приватности этого не позволяют сделать. По словам эксперта, такая особенность позволяет мошенникам понимать, живой этот номер или нет. Если за номером закреплен аккаунт в «Ватсап», значит он живой. Следовательно, аферисты понимают, что есть смысл на него звонить и пытаться отработать свои мошеннические схемы. В отличие от «Ватсап», по словам эксперта, настройки конфиденциальности в «Телеграм» являются более продвинутыми, поскольку в них определение аккаунта в мессенджере по номеру телефона можно скрыть от всех пользователей. Наушники от компании «Эппл» заняли почти треть от глобального рынка по итогам третьего квартала 2022 года. Информация об этом содержится в отчете аналитической компании «Каналис». Достичь такого результата получилось благодаря успешным продажам наушников «Эйрподс». За три месяца их было продано почти 24 миллиона. На втором месте расположилась компания «Самсунг». Доля их устройств составила почти 10%. Это свыше 7 миллионов продаж. На третьей позиции с долей 4,1% разместилась компания «Бо». Отмечается, что за год «Эппл» реализовала на 34% устройств больше, чем годом ранее. Мировые поставки «Самсунг» за указанный период снизились на 15%. По оценке аналитиков фирмы, глобальный рынок интеллектуальных персональных аудиосистем пережил второй подряд спад. Поставки сократились на 4%, до 113 миллионов 600 тысяч единиц. При этом категория беспроводных наушников оказалась единственной, в которой наблюдался рост на 6% в годовом исчислении. Британский ученый разработал мобильную подушку безопасности. В нужный момент ей можно воспользоваться, находясь на воде. Изобретение Стивена Цитаса представляет из себя специальный ремешок для умных часов. В нем находятся целых две подушки безопасности. Когда человек неожиданно оказывается в воде и начинает тонуть, ему достаточно нажать всего одну кнопку, чтобы подушки надулись. Происходит это за счет электрического воспламенения твердого газогенерирующего материала. Во время горения стремительно выделяется газ, который мгновенно наполняет подушки. Принцип этот похож на тот, что применяется в автомобильных системах безопасности. Отличие только в том, что тут наполнение газом происходит медленнее. Подушки работают больше, как на рукавнике. Их можно засунуть под мышки, чтобы уверенно держаться над водой. Или же плыть, держась за них одной рукой. Разработчик пока не планирует запускать серийное производство своего устройства. Однако у него есть планы продать лицензию на выпуск мобильных подушек безопасности тем, кто выпускает мобильную и носимую электронику. С вами был Максим Никитин. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok